привет канал стейнхаус сегодня на обзоре у нас вот такая точилка карманная точнее это муссад керамический муссад от фирмы лански значит приходит он вот в такой коробочке это его упаковка полиэтиленовая открывается вот таким образом она никак не закреплена то есть можно ее открыть закрыть обратно здесь у нас есть вот такая как бы бумажка вкладыш на моем втором канале стейнхаус life есть распаковка этого муссада также там я распаковывал вместе с ним камень для заточки ножей для правки ножей точнее арканзас тоже от фирмы лански точно такая же там была бумажку здесь не инструкция к этому муссаду а просто перечень их продукции не особо здесь ничего интересного нет вот так это все выглядит если кому интересно на паузе можно посмотреть так давайте отложим в сторону сразу кстати это мой новый рюкзачок на него будет обзор на моем канале скоро а может быть он уже есть я не знаю какое видео из этих выйдет раньше значит что что из себя представляет этот муссад это кусок керамики он очень гладкий именно то что мне и нужно хоть он и гладкий но металл все таки снимает то есть если провести пальцем ну сейчас и немного ножом повожу и посмотрим этот муссад предназначен для того чтобы носить его с собой в кармане в рюкзаке то есть он такой маленький ну и dc походный такой карманный муссад для правки ножей этим муссадом именно правят ножи он не предназначен для того чтобы перетачивать нож совсем затуплены с какими-то дефектами там режущей кромки он нужен для того чтобы нож подустал немного вот так немного провели по муссаду режущая кромка загнутая где-то постановилась и все и нож продолжает резать муссад гладенький он очень я не знаю гритность на нем не пишется но он очень гладенький очень ну то что то что я и хотел делать доволен этим у садом но металл все же он снимает поэтому конечно если очень долго сидеть если нож совсем в плохом состоянии придется очень долго сидеть вот так вот натачивать подточить можно металл все же он снимает вот уже видно вот здесь не знаю будет видно следы от металла на пальце пока их не видно но но они есть такие же мусаты есть для кухни то есть кухонные керамические мусаты они длинные для кухонных ножей но кухонные ножи они большие они больше чем вот эти складни которые мы носим с собой там в походы берем для для кухонных ножей есть специальные мусаты у меня на канале есть обзор такого мусата с алиэкспресса которые себе купил вот кому интересно тоже можете посмотреть длинные кухонные ножи на нем очень удобно раз-два провел и все так с собой я вот притащил кухонный ножичек вот они кухонные конечно большие мусатик совсем маленький неудобно вот так вот не проведешь одним махом конечно можно но тут уже как бы плохо то что риски будут вдоль режущей кромки идти они должны быть как бы сверху вниз вот так вот нарезаны эти риски же такая микро пила получилось как ну как то вот так вот понемножку можно вот сидеть и править вот такой длинный нож такими движениями какими-то понемножку таким образом но это конечно неудобно для кухонных ножей хотя я вот у себя на даче именно этим мусатом подправляю вот кухонные ножи у меня здесь просто нет полноценного кухонного мусата я вот пользуюсь этим поэтому можно все же использовать и для этих целей ну давайте посмотрим его поближе то есть вот такой вот кусочек керамики треугольной формы по бокам у нас удобные вот такие ухватистые резиночки то есть двумя пальцами вот таким образом берем здесь небольшая такая впадинка очень хорошо туда пальцы попадает очень цепко держится вот такая цепочка здесь есть можно куда-то на ключе но на ключах конечно такую носить неудобно что-то суда или темляк какой-то или на ключи повесить или вот так на палец одеть чтобы вдруг из руки выскользнет не упал хотя падение чтобы не разбился защитят эти резинки есть конечно не упадет вот так вот плоскостью на камень какой что еще здесь у нас надпись лас-вегас невада здесь у нас надпись лански шеппинерс так мусат имеет вот такую проточку эту проточку для того чтобы затачивать крючки ну то есть крючок вот так вставляешь туда и точишь ну я не знаю кто-нибудь вот если точил крючки напишите меня вот знакомый например их отрывает чаще чем они приходят в какую-то негодность или тупицы вот эти штучки снимаются здесь у нас просто обрезанный такой кусок этой керамики и обратно одевается так держится хорошо не сами не слетят вот в общем то и все также производители заявляет что именно вот такая форма треугольная этого мусата предназначен для того чтобы этими гранями точить серрейтор на ножи так вот у меня есть мультиту здесь есть нож серрейтором так я специально ножи серрейторами никогда не покупаю вот здесь есть нормальный нож и нож серрейтором вот ну грань здесь такая узенькая как бы на серрейторе есть проточки вот такие маленькие сюда это грань подойдет возможно это вот а есть такие большие проточки сюда это грань уже никак не прилегает ну если вот так вот сидеть взглядываться и вот так подтачивать конечно этой гранью можно серрейтор заточить как-то вот так вот по чуть-чуть ее по ней проходится ну долгая работа но если кто уж очень любит серрейторы использует их специально на жизнь не покупает то можно принципе постараться заточить вот ну а если кто не знает как пользоваться ими как и мне вообще править ножи нож имеет вот такой подвод вот часть которой он режет это режущая кромка подвод называется этот подвод определенный скос имеет то есть угол нужно всей плоскостью вот этого подвода приложить нож к мусату чтобы полностью подвод своей плоскостью прижался ну желательно конечно вручную это сложная нож постоянно можно повыше пониже угол будет меняться но стараться удерживать угол и вот так вот можно вот такими маленькими движениями движениями вот так вот подтачивать ровненько можно вот проходится вот так вот раз-два сразу всей плоскостью а можно так по чуть-чуть так вот если понимаю надо понимать просто что происходит как себя ведет металл как ведет себя мусат если честно то плоскость вот этого мусата вот эта плоскость она неровная здесь в середине горб небольшой совсем если приложить точный инструмент его будет видно ну там буквально с человеческий волос наверное неровность возвышенность середине что здесь что здесь принципе особой роли не играет есть такой же мусат косточка он просто круглый ну то есть там вообще нет плоскости здесь все-таки хоть какая-то плоскость но есть вот мы видим как мусат снимает металл вот да вот видно на камеру это металл который снимает он с ножа поэтому все же можно им если долго мучиться то и немного снять металла под подточить подтупленный нож принципе я покупкой доволен я очень рад что он такой зернистость очень маленькая у него ну вот все же металл снимает топорик допустим тоже можно подправить этим мусатом вот такими движениями тоже нужно попадать в угол здесь меня за . линза видная но тем не менее режущую кромку подправить можно вот такими круговыми движениями плавно передвигаясь по всей режущей кромки она точно также правится так с одной стороны и точно также с другой ну можно такими же движениями как по ножу делать допустим ну кому как удобно со временем привыкаешь как-то приноравливаешься как тебе удобней ну давайте еще посмотрим как можно заточить затупленный нож вот это пинель который я рукоятку которого и зачернял также вот лезвие воронил в кока-коле все эти видео есть на моем канале тестировал это покрытие на стойкость но со временем она конечно сходит тут появляется следы коррозии но в качестве эксперимента было интересно посмотреть так бумажка есть но ступой вот видно ну рвет он да видно так но здесь ближе кончику ощущается такая шероховатость сопротивление будет такое большее сопротивление проводки чем вот здесь значит здесь более тупой нож ощущаешь руками это все так ну попробуем бумажку режет замечательно просто просто в лед абсолютно не сравнить с тем с тем что было просто он вервал бумажка даже чуть-чуть влажная сейчас погода такая не солнечную скажем так осень бумажку прекрасно режет купил я также если кто видел на моем втором канале стейнхаус life распаковка была вместе с этим усатом камень арканзас атландский на него будет тоже обзор я вот свое мнение какое-то скажу но мне не настолько понравился вот если выбирать между ними то вот я бы купил вот этот я просто камень от купил мне интересно было смотреть что это есть такие арканзасы от фирмы dance вот я на них все засматривался но они очень дорогие вот там есть и выборах несколько штук там можно выбрать твердый более мягкий транслицент вот это я думаю бы была бы вещь может быть когда-нибудь куплю себе а тот арканзас как-то я не понял его пока что не знаю даже вот в общем такая вещь где-то в походе подточить ножичек подправить отличный вариант вот ну в общем то на этом наверное все подписывайтесь на канал пишите комментарии ставьте лайки также я напоминаю что мой канал есть на яндекс зене ну это уже не яндекс это просто дзен также на рутубе и есть группа вконтакте куда я выкладываю дополнительные фотографии делаю репосты видео сразу же после их выхода поэтому неизвестно что будет дальше с ютубом подписывайтесь чтобы не потеряться оставайтесь на канале все ссылки в описании